Здравствуйте! Криминальная новость на телеканале Беларусь 4 Могилёв. В эфире программа «Экстрим среда» в студии Наталья Ильинич. Смотрите сегодня в выпуске. Мамы кукушки. Тела сразу двух младенцев нашли стражи порядка. Одного в Могилёве, другого в Быховском районе. Трагедия в Могилёвском районе. Четыре человека погибли на пожаре в агрогородке Вейна. 34 единицы неучтённого оружия, более 12 килограммов взрывчатых веществ. Правоохранители подвели итоги специального комплексного мероприятия «Арсенал». Тело новорождённой девочки было обнаружено на заводе по утилизации бытовых отходов. Младенец находился в куче мусора. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По мнению следователей, рождение ребёнка происходило вне медицинского учреждения. При осмотре тела девочки правоохранители не нашли видимых признаков насильственной смерти. Его направили на экспертизу. Сейчас правоохранители ищут мать ребёнка и обращаются за помощью к могилевчанам и жителям области. Стражи порядка надеются на помощь в раскрытии преступления и просят внимательно посмотреть на вещи, в которые было завёрнуто тело малышки. Это два полотенца. Одно маленькое с детским рисунком, второе большое, а ещё на матрасник. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности биологической матери новорожденной девочки. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам Могилёвской области, а также других регионов страны, располагающими информацией о женщине, которая имела внешние признаки беременности. А в настоящее время такие признаки отсутствуют, а также отсутствует и новорожденный ребёнок. Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией, которая может помочь в раскрытии преступления, и просят позвонить по телефону, которое вы сейчас видите на экранах, либо по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются. Это, говорят стражи порядка, уже второй случай за месяц, когда найден мёртвый новорождённый. Неделю назад в Быховском районе под полом одного из домов было обнаружено тело новорождённой девочки, завёрнутое в ткань. Установлено, что её мать не стояла на учёте по беременности и за медицинской помощью обратилась только после родов. Четыре человека погибли на пожаре в Могилёвском районе. Огонь вспыхнул в ночь на воскресенье в частном жилом доме в агрогородке Вейна. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, дом горел открытым пламенем, а местные жители пытались спасти пострадавших. Однако трагедии избежать не удалось. Причину пожара сейчас выясняют следователи. Взрывы и яркий свет. Жители агрогородка Вейна этому сначала не придали значения. И то, что горит дом, заметили не сразу. Я думаю, что это соседи, и в другой раз они пускают фейерверки. А потом слышу, что долго стреляют. И жена вышла, говорит, вот такое случилось. Я вышел на два двора, а уже пламя не вообще горело. Крыша. Столб огня, и туда даже подходить было опасно. Шифер стрелял, и огонь был большой. Местные говорят, в тот момент одни звонили спасателям, другие бросились к дому, который был охвачен огнем. Пытались спасти его жителей. Мы тут выскочили, и соседи эти выскочили. Соседы еще кинувся сюда. У их собака, это и лабрадор. Бегал по дворе. И он открыл калитку, выпустил этого собака. И с той стороны еще стучал в окно. Думал, что они живые. Ну, никто не отозвался. Ну, и тут приехали пожарные. Пожар спасатели ликвидировали, однако предотвратить трагедию не смогли. В доме были найдены тела четырех человек. Хозяйки домовладения, ее сына, сожителя и женщины, которая была у них в гостях. Подруга с города какая-то. Вместе они работали. Таня. Как-то фамилия эти, Карпачев эти, что-то вот так вот соседка там, она работала вместе. Обугленные стены и дырявая крыша. Это все, что осталось от жилого дома. За несколько минут огонь превратил дом в пепелище. Иногда любили выпить. Вот и все. А так нормальные люди, тихие, спокойные, отзывчивые. Чтобы выяснить причину трагедии, на место происшествия выезжала криминалистическая лаборатория. Следователи несколько часов осматривали место пожара. Осмотром установлено, что возгорание дома могло произойти с веранды дома. Затем огонь перекинулся в кухню, на крышу и в жилые комнаты дома. В ходе осмотра, так как была ночь, для освещения места происшествия использовалась световая башня. Одна из версий ЧП к пожару могла привести непотушенная сигарета. Данная семья характеризовалась удовлетворительно. Злоупотребляли спиритными напитками и курили. Значит, накануне произошедшего их видели в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако точная причина происшествия будет известна только после того, как будут проведены все экспертизы. Их проведением занимаются специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. За неделю на дорогах области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Три человека погибли, 10 получили травмы. Одним словом, экстрима на дороге хватало. В Мстиславском районе водитель автомобиля Киа Рио из-за превышения скорости не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате женщина-пассажир получила травму и ее госпитализировали. По информации ГАИ, женщина не была пристегнута ремнями безопасности. А водитель не имел права управления транспортным средством. В Осиповическом районе Форд Ка сбил пешехода. Как сообщили в госавтоинспекции, он переходил дорогу в неустановленном месте. Светоотражающими элементами обозначен не был. С травмами пешехода доставили в больницу. В Могилеве автомобиль Реноу насмерть сбил пешехода. Как сообщили в ГАИ, автомобиль под управлением 36-летней Могилевчанки совершил наезд на 55-летнего мужчину, когда тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина с места ДТП скрылась, но ее задержали в ходе введенного плана перехват. По словам инспектора в ГАИ с 2007 года, она 13 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Авария на железнодорожном переезде. В Осиповическом районе грузовой поезд столкнулся с пустым полуприцепом МАЗа. В тепловозе находились машинист и его помощник. Они не пострадали. В результате столкновения в семивагонном поезде несколько колесных пар сошли с рельсов. Несколько часов понадобилось на проведение ремонтно-восстановительных работ. Расследование по факту ДТП проводят сотрудники госавтоинспекции. Погоня. Она развернулась на автодороге Минск-Могилев. Патрульный экипаж ГАИ получил информацию о том, что автомобилем «Мерседес» управляет нетрезвый водитель. Инспекторы потребовали водителя остановить машину. Немедленно остановиться. 18-78. Принять право остановиться. Но на требования сотрудников ГАИ нарушитель отреагировал, прибавив газу. Преследовали беглеца довольно долго. Перед въездом в Могилев он развернулся. Вторая заправка. Заправочка. И снова попытался удрать от экипажа ГАИ. Но его задержали. Медицинское свидетельствование показало, что задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, инспекторы выяснили, что он не имеет права управления транспортным средством. На нарушителя составили 7 административных протоколов. Ему грозит штраф до 190 базовых величин. Изъяли 34 единицы неучтенного оружия, более 12 килограммов взрывчатых веществ. Правоохранители подвели итоги специального комплексного мероприятия «Арсенал», которое проводилось на территории области. В милиции отмечают, что многие граждане законопослушные. Население добровольно сдало неучтенного оружия почти в два раза больше, чем изъяли правоохранители. Вместе с тем, они зафиксировали 61 нарушение правил оброта оружия, за что конфисковали 100 стволов. Составляли не только административные протоколы. Во время «Арсенала» у нас возбуждено 4 уголовных дела за нарушение 295-й статьи Уголовного кодекса. То есть незаконное действие в отношении оружия и боеприпасов. Из года в год во время проведения операции «Арсенал» о себе напоминает эхо войны. У нас большое количество минометных мин было обнаружено в Иховском районе. Там более 80 различных взрывоопасных предметов, которые тоже были уничтожены. Больше 12 килограмм тротилового тола, тротиловых шашков было обнаружено в лесном массиве в Иховском районе, тоже которое уничтожено саперами. В милиции напоминают, что граждане, которые сдали оружие добровольно, освобождаются от уголовной ответственности. Могилевчане все чаще выясняют отношения с помощью кулаков и порчи чужого имущества. В области растет число хулиганств. Об этом на днях нашим журналистам рассказали в Могилевской областной прокуратуре. Стражи порядка отметили, что 80% этих преступлений были совершены людьми, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Тему продолжат наши корреспонденты. С кулаками на соседа, брата и даже жену. Такие способы выяснения отношений, говорят правоохранители, все чаще фигурируют в милицейских сводках. С начала года в области уже зарегистрировано 433 преступления, которые были квалифицированы как хулиганство. В общей структуре преступности хулиганство занимает 5% от всех совершенных преступлений по области. Практически большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Это 80% преступлений. При этом необходимо отметить, что в зависимости от тяжести совершенного преступления, наказание может быть вплоть до 10 лет лишения свободы. Большая часть этих преступлений, говорят стражи порядка, отличалась исключительным цинизмом, сопровождались применением насилия или уничтожения имущества. Как пример можно привести случай, когда в феврале текущего года 28-летний житель города, один из деревень Могилевской области, не обоснованно избил своих односельчан, четырех. За это он привлечен к уголовной ответственности судом Могилевского района, к трьм годам ограничения свободы с направлением воспроизводительного учреждения открытого типа. Второй пример – это когда житель города Бобруйска, 44-х лет, тоже ранее несудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил два автомобиля, порезал в них колеса. Приговором суда Бобруйского района города Бобруйска последний осужден, ему назначен наказание в виде трех месяцев ареста. Стражи порядка напоминают, что уголовная ответственность за хулиганские действия наступает с 14 лет. В три раза увеличилось число несчастных случаев на предприятиях коммунальной формы собственности. Как результат, с начала года там погибли два человека, еще семь получили тяжелые травмы. Такая негативная тенденция дала основание прокуратуре провести проверку соблюдения требований директивы номер один. И стражи порядка выявили ряд нарушений. Предприятия коммунальной формы собственности, сельского хозяйства, транспорта и коммуникации на всех проверенных прокурорами предприятиях выявлены серьезные нарушения в вопросах охраны труда. Проверяющие только и успевали составлять акты. В результате проверки установлены факты по-прежнему нахождения работников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, выпуск на линию технически неисправных транспортных средств, а также допуск работников, не прошедших в установленном порядке, свидетельствования и без средств индивидуальной защиты. Тому в подтверждение ряд примеров один из показательных ЧП на предприятии «Березина Агролюкс». В феврале текущего года с одной из работниц предприятия «Березина Агролюкс» произошел несчастный случай. Она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осуществляла работы по очистке самопередвижной ОВС-25, перелезая через шнек, упала, и ее ноги попали в обращающийся шнек. В результате ей были причинены тяжкие телесные повреждения. Было установлено, что в момент ЧП пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза показала, в пробе ее крови находился этиловый спирт в количестве 2,52 промилле. Выявили прокуроры нарушения в деятельности комиссии по вопросам охраны труда гор райисполкомов. Прокуратурой Могилевской области было внесено представление в Могилевский областной исполнительный комитет, которое рассмотрено во всех структурных подразделениях, и нарушения, которые были выявлены, будут в дальнейшем устранены. То занимаются незаконной вырубкой, то мусор в лес выбрасывают. По словам сотрудников лесхозов, это два самых распространенных вида правонарушений. Нарушители природоохранного законодательства сначала попадают в объективы фотоловушек, а потом попадают на крупный штраф. С начала года в отношении их уже больше 30 протоколов составлено. В лес, говорят сотрудники лесохозяйств, люди приносят мусор бедрами, привозят телегами, да и попросту оставляют после пикника. Засорение леса – самое распространенное нарушение, которое выявляют инспекторы. И если бы они не вмешивались, говорят, пригород Могилева, Бобруйска, Чаус превратился бы в свалку. Чаще всего это засорение лесов. Значит, статья 15.30 предусматривает ответственность до 20 базовых величин за засорение лесов. Однако это народ не пугает. И многие все-таки до настоящего времени неосознанно, будем так надеяться, что это не происходит, неосознанно несут свои отходы сдачных садоводческих товариществ, с населенных пунктов в лес. Одни несут в лес, вторые из него выносят. Незаконная вырубка – еще одно нарушение природоохранного законодательства. Его нарушители все чаще попадают в объективы фотоловушек, которых в области уже 95. Так только с начала года были оштрафованы более 30 человек. Человек, понимая, что он идет на воровство, ворует в государство, соответственно, за это предусмотрена ответственность от 5 до 20 базовых величин. И это не все. Кроме этого, нарушителю придется еще и нанесенный ущерб природе возместить. За каждое дерево, в зависимости от его размера и высоты оставленного пня. Четвертый год подряд лучшей участковой милиции области Евгений Денисенко из Октябрьского РОД. А лучший инспектор по делам несовершеннолетних – Ольга Шагова из Краснополия. В Могилеве инспекторы милиции, инспектора ИДН области соревновались в профмастерстве. В областном центре прошел ежегодный областной смотр-конкурс на звание «Лучший участковый инспектор милиции» и «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних». Огневая подготовка, физическая, умение оказывать медицинскую помощь и знание законов. Посоревноваться в профмастерстве в Могилев приехали участковые со всех регионов области. Среди мужчин-конкурсантов соревновались наравне и представительницы прекрасного пола. И они не уступали мужчинам. Накану ведь честь родного райотдела. Каждый сотрудник органа внутренних дел – это, прежде всего, самолюбивый, достаточный человек, для которого очень важно достигать в жизни каких-то вершин. И это будущее, наш кадровый потенциал руководящего аппарата ОВД области полкома Могилевского, но может быть и Министерство внутренних дел. По итогам состязания лучшим участковым инспектором милиции Могилевской области стал Евгений Денисенко из Октябрьского РОВД Могилева. Лучшим инспектором по делам несовершеннолетних – Ольга Шагова из Краснополья. Поздравляют родственники, естественно, уже несколько звонков было непосредственно уже. Поэтому радуются за меня и, в принципе, желают в дальнейшем такой победы и на республике также. Основная сейчас главная задача – это усиленно готовиться к республиканскому смотронку-конкурсу, который пройдет в Гродно. Поэтому будем усиленно готовиться, начиная как в физподготовке, в огневой, так и в знании своих нормативных документов. Теперь победителям предстоит защищать честь Могилевской области уже на республиканском этапе конкурса в ноябре в Гродно. Победитель областного этапа республиканской акции «Семья служим вместе» живет в Могилёве. Многодетная семья Феофановых 13 октября в Витебске представит Могилёвщину в финале мероприятия Министерства внутренних дел. Накануне наши корреспонденты посетили семейство, где воспитывают шестерых детей. «Большое семейство» встречает нашу съемочную группу в полном составе. Начинается наше знакомство с семьей Феофановых. И Анатолий, и Ирина родились в Быхове. Там и познакомились. У них красивая история любви. Анатолий знал, что первенцем обязательно будет мальчик. Я знал, что это будет именно Валерий. Потому что мой отец Валерий Анатольевич, я Анатолий Валерьевич. Ну, соответственно, выбора не было тут однозначно в имени. Этот однозначно Валерий Анатольевич был. Через два года день в день родился Валентин, через восемь – Ваня. Феофановы решили, что в доме должна быть принцесса. На свет появилась Василиса Прекрасная. Потом родился Женя. А семь месяцев назад появился еще один сын, которому сразу дали титул Александр VI. У отца Анатолия сложная профессия. Он милиционер. Но дома старшие ребята помогают. У нас мальчишки. Они нам, во-первых, помогают. Это однозначно. То есть у них улица на втором месте. Ну, и что касается сестры, братьев, помочь – это на первом месте. То есть сначала помогли, все сделали. Родители помогли, все. Велосипеды взяли, понеслись на улицу кататься. Кстати, парни уже решили, кем хотят стать. Я как бы всегда хотел стараться, чтобы я себе поступал мою папу. И стать мальчишкой. Быть очень смелым, поэтому же мой папа. Феофановы хорошо знают, что нужна, чтобы в доме, где живет семья из восьми человек, царил покой, тепло и уют. Быть дружным. И все вместе. Все вместе. То есть собрались что-то делать все вместе. Собрались куда-то ехать все вместе. То есть не отделяться, а помогать друг другу. Семья готовится к поездке в Витебск. Там она примет участие в финале республиканской акции МВД. Мы пожелали большому семейству удачи. На сегодня это все. Удачи вам. И до встречи через неделю.